Очередное судебное заседание должно было внести ясность в расследуемом уголовном деле о якобы избитом московском журналисте. Суд планировал допросить потерпевшего Павла Брыкина. Поскольку он не может лично присутствовать в суде, его должны были допрашивать дистанционно с помощью видеоконференции. Связь с СССР ждут, но Брыкина там нет. Он туда не явился, хотя он извещен через поиск по работе. К слову, выйти на связь он должен был еще 21 сентября, но этого не сделал, как и в этот раз. Поэтому суду больше ничего не оставалось, как поставить вопрос о принудительном приводе потерпевшего на допрос, с чем согласились стороны обвинения и защиты. Судебное заседание не прибыл для его допроса. Суд не поставил в известность об уложительности причин его неявки. Судом не ходатайствовал об отложении судебного разбирательства. Прошу суд подвергнуть потерпевшего приводу. Судебное заседание для его допроса. Пока не будет допрошен потерпевший, расследование уголовного дела сдвинуться с места не может. Тем временем обвиняемые продолжают находиться под домашним арестом. Их адвокаты планируют ходатайствовать о том, чтобы Фесычу и Таюрскому разрешили выйти хотя бы на работу. Полагаю, что данные поведения потерпевшего свидетельствуют о неуважении к суду и к участникам уголовного судопроизводства, а также свидетельствуют о злоупотреблении правами потерпевшего. И о злоупотреблении правами журналиста считает Мария Соловьенко, которая следит за развитием событий самого первого судебного заседания. Она уверяет, что сегодня этика профессии совершенно позабытое явление, что подтверждает своим поведением Павел Брыкин. Он во все услышание заявил, что его избила охрана Андрея Пушкарева. Подтверждение этому только его слова, потому что камеры наружного наблюдения здания УФСБ именно избиение человека не зафиксировали. Я думаю, и судье понятно, и присутствующий судье понятно, ну потому что Павел, мягко говоря, выдумал эту историю с избиением. Я видела это видео, многие его уже видели, ну немножко он профессионал великий, но не подумал, что камеры ФСБ со всех сторон, сейчас они везде. Все это заснято, ну там нет ни избиения, ни падения. И действительно, он даже со спины подбежал к этим людям, которые пытались не допустить к человеку. Но это не журналист, это провокатор. Суд-медэксперт серьезных увечий у журналиста тоже не подтвердил. Из травм он нашел только лишь небольшой синяк на левом колене, которому не более трех суток. Да и после так называемого избиения потерпевший вел себя вполне активно. Вот мы видим тех самых подозреваемых, которые напали на меня. Извините, а вас как зовут? И кто вы? Вот они находятся здесь. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Извините, пожалуйста, зачем вы на меня вчера работали? Можете объяснить? Кто вам? Да, кто вам? Вы на меня меня? Вы меня сейчас толкаете. Зачем вы меня толкаете? Не хотелось бы мне это говорить, но я скажу. Сегодня в законодательном собрании я находилась, работала в холле. И один из журналистов ко мне подошел, на другие темы мы говорили. Он сказал, что ему приходилось оператору работать с Павлом Брыкиным раньше здесь у нас в Владивостоке. Они поехали на объект, им нужно было там кого-то заснять, застать, поймать. И Павел прямо сказал, ну это со слов этого человека, ты, пожалуйста, сделай так, чтобы тебя отлупили. Нам это очень надо. А мой коллега заснимет тебя. С каждым слушанием в деле открываются новые детали. Так, на одном из заседаний присутствующих заинтересовали данные, которые предоставила ВГТРК. Это копия приказа командировки Павла Брыкина в Владивосток для съемки репортажа на тему мэр. Командировка была назначена с 1 по 7 июня. А сам приказ был подписан еще 24 мая, то есть за 9 дней до ареста главы города. Тут же у всех возник вопрос, каким образом руководство ВГТРК так точно подгадало дату отправки своего журналиста. Если судом будет установлен факт того, что потерпевший дал заведомо ложные показания, естественно, что должно быть возбуждено уголовное дело и, соответственно, лицо, давшее заведомо ложные показания, должно будет быть привлечено к уголовной ответственности. Следующее заседание назначено на 31 октября. На нем в планах у суда рассмотреть видео с камер наружного наблюдения здания УФСБ. А на 7 ноября уже в принудительном порядке назначен допрос Павла Брыкина. Алина Черненко, Андрей Макаров, Новости на 8. Алина Черненко, Андрей Макаров, Новости на 8.